Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Показаться, говорит, надо хоть раз один. Ничего, наверное, не видно. Христос воскресе. Номер 172. События дня. О женщинах. Учитесь правильно гневаться. Смотрите, 31 мая 2016 года. Киану Ривза. Это кто такой, откуда? Ну я взял, как бы не относится ко мне никак, но в этом что-то есть, созвучное. Я ненавижу мир, где мужья одевает своих жен как проституток, выставляя на показ все то, что должно быть сокровенно. Ну я об этом многократно, везде говорю. Женщины, по городу едешь, или идешь, ни одной нету в платке, ни одной. Мы едем по мусульманским странам, республикам Российской Федерации. Все до одной в платках. У Рамзана Кадырова, посмотрите, сидят, когда они там в совещании идут. Женщины сидят, все на одной в платках. Что это? Благочестие какое-то пришло. А то русские традиции, священники об этом все время говорят. Какие же русские традиции? В штанах ходили русские женщины. Или в трусах в одних ходят, едешь. Без платков, стриженные, обвешенные всякими безделушками, крашенные на ногах и везде. Это русская традиция? Священники-то никакой роли не играют. Совершенно никакой. В свидетелях. Если это Мулах, вот мы были, он призывает на молитву. На молитву. И все знают, что. А колокол бренщит, он ничего не говорит. Поэтому мусульмане колокольный звон вообще намертво запрещают. Там подастки бьют, било называется. И он на молитву призывает, что лучше спать или молиться Аллаху. А тут примерный смысл. Отдельные суры считают, поют, ущат их этому. Ну, по-арабски не понимают. Все сравнить. Колокол или это. Придумали в виде головы. Колокол. Которым бьют там железко внизу. Это язык. Юродивая Русь. Да стукались, языки все поотрывали. Где нет понятия чести и достоинства. Это о русских людях говорится. Где женщины не хотят детей, а мужчины не хотят семьи. Это действительно так. Где сосунки считают себя успешными за рулем отцовских машин. А любой, кто имеет хоть немного власти, пытается доказать вам, что вы ничтожество. Где люди лицемерно заявляют, что верят в Бога, с рюмкой алкоголя в руках и с отсутствием малейшего понимания своей религии. Потом отдельно пересчитайте. Где понятие ревности считается постыдным, а скромность недостатком. Где люди забыли о любви, а лишь ищут наилучший вариант партнера. Где мужики, парни пропивают родительские деньги в ночных клубах, кривляясь под примитивные звуки. А девки в них из-за этого влюбляются. Блудный сын-то промотал все. Где мужское и женское уже давно не различаются. И где все это вместе называется свободой выбора. То есть садомиты. Но те, кто выберет другой путь, ну нормальное. Заклемят отсталыми, деспотами. Я просто не могу принять это. Я выбираю свой путь. Но не сказал, что путь Христос. Ясен, путь истинной жизни. Евангелие от Яна 14.6. Ну я дальше даю наше объявление. Я вчера писал тут в одну редакцию. Дают электронный адрес. И начинаешь тут посылать им. Объявление. Кто желает воспитать детей в православии послушными, трудолюбивыми. Можете позвонить по ниже указанным телефоном. Наш православный детский трудовой лагерь Стан в честь священномущеника Климента Анкирского. 312 год умер. Казнен. Расположенный близ строящейся с нуля православной деревни Потеряевка. Маманцевском районе. Объявляет набор верующих детей в этом году. Это будет уже 45-е лето для лагеря Стана. Мы были единственный лагерь. Наш лагерь. В Советском Союзе православный лагерь. Единственный. Строгое воспитание и дисциплина приучают к серьезному отношению к жизни. Ежедневное занятие по Святой Библии. Все должно делаться по благословению и молитве. Каждый день, если позволяет погода, купание несколько раз, походы по ягодам, игры, кино. В пятницу костер, картошка. В воскресенье плавание на лодках. В субботу и воскресенье богослужение в храме. Лозунг лагеря Стана. Россия должна встать. Дети скандируют и за столом когда садятся. Россия это мы. Вот такой наш лозунг. Ну просто я не знаю, где еще такой лозунг, чтобы дети скандировали. Желающие воспитать детей в трудолюбии и послушании могут позвонить по указанным телефонам. В Барнауле. Вот адрес телефона. Мобильный телефон. Это мой телефон. Наша почта. Вот почта. Я задержу специально, чтобы можно было. Начальник лагеря Стана. Лапкин Игнатий Тихонович. Адрес наш. Вот он. И скайп. Вот он тоже рядом. Надо смотреть. Кто спрашивает одно и то же. Вот я задерживаю. Вы тоже тормозите и посмотрите. Дети приезжают. Нынче из Канады даже привозят. У нас дети отовсюду были. Отовсюду. Из всех республик. И приезжали даже из Германии. Кинякина Илья напишет. Христос воскрес, Игнатий Тихонович. Воистину воскрес. Вот она вопрос задает. Что говорит Писание о том, что зло во благо. А ложь во спасение. Где зло делать и благо выйдет. Второй вопрос. Для чего люди дают обет? Где и как? Есть ли возможность от них отказаться? И как? От обетов. Обещания Богу даются. Была ли пустота в Иуде? После раскаяния. При входе в Храм Божий. После осознания предательства и выброса монет. Или без уныния привел его на самоубийство? Вот третий вопрос. Я сразу отвечу. Я на него отвечать не буду. Что значит в нем была пустота? Была ли пустота в Иуде? Опустошенный. Мне очень нравится, какое объяснение дает митрополит Григорий. Это до революции было. Санкт-Петербургский. И он говорит. Иуда ответил предательством на предательство. Первым предателем сделался Христос. Для Иуды. Они хотели быть министрами. Слева и справа сидеть около Христа. Как Ельцин распределял, кто около него ближе. У патриарха научился. И вот эта история, эта давняя. И он так и думал. И вдруг оказалось все не так. Что ни на белом коне победителя. Ни как Жуков въезжает. А на осляте, на осле, на мирном животном. На ослах-то никто не воюет. Там в лошаках еще воюет. Ну и он понял, что совесть его подвинула на то, что он раскаялся все-таки в поступке своем. И видя, что обманутый, не выдержал угрызения совести. Без уныния. Действительно так. Четвертый вопрос. Слышала такое мнение, что женщина более жестока и безжалостна. Изначально создана. Что говорит Писание по этому мнению и где. Но что изначально создана на это, запрограммирована, это не так. Но что именно она такая, то это так. Не относится это, что так она изначально создана. Ну, Писание нужно писать, Лена, с большой буквы. Вот мы сейчас посмотрим, что у нас получится. Вот как выглядит теперь. Где? Прошу прощения, если внесла сбой вашим планам, ваших трудах. Первый вопрос нужно объяснять по Библии. Что не бывает лживо спасения, зла во благо. Что интересно, когда меня судили, то статья называлась «Распространение заведомо ложных измышлений порощих общественных государственных строй страны». Заранее я знал, что этого нет. Вот я говорил, было раскулачивание. Меня за это судили. А которые там эксперты говорят, не было никакого раскулачивания. Ну, не было. 10 миллионов погубили. Как Солженицын в архипелаге ГУЛАГ говорит, когда Черчилль спросил, во что обошлась коллективизация, этот тиран скинул, говорит, растопыренные пальцы. 10 миллионов. И когда я вышел, тут подгорная была такая, она преподавала в медицинском институте. Я нашел ее, кандидат наук. Я говорю, как же вы говорили, что нету. Ну, там-то мне говорить не давали возможности. Суд-то мой был насильственный. Так, суд с натяжкой, это как попытка Евнуха растлить девицу. Вот интересное выражение. То есть он желает, а ничего у него нету. Нету. Ни один вопрос они не могут поставить прямо. И ни один вопрос они не могут ответить прямо. А меня забивали. Я говорю, было же ведь? Она говорит, было. Я говорю, а как же вы говорили на суде? Да у меня деды были раскулачены. Вот тебе на. Ну, а я еще должна была делать, нас заставили. Ну, не заставили, они деньги получили. Я узнал все это. Вот это Иудин и Серебряники. Антонова. Я ее, Надежда Антоновна, в сельхозинституте была. И вот, когда меня судили, что распространение заведомо ложных измышлений, и в это время свидетелем был отец Геннадий Фаст. Он сейчас в Хакасии, в Абакане, Константина и Елены храм. И он говорит, православие это есть такое, что ради спасения можно солгать где-то. Ну, ложь во спасение. Ну, а Игнатий тема отличается от людей, что он никогда, нигде не идет ни на какую поделку, ни на какую ложь. Если ложь может убить человека, пусть он умрет. Ты что-то должен говорить, но нигде не солгать. Не солгать. Когда он узнает, что он живет правильно, забежал человек, спасаясь от погони. Ну, и кто-то указал, говорит, он вот здесь бежали. Тогда решили к нему. Стучат дверь. Он открыл. У вас такой-то не был? А еще, буду говорить. А он, когда постучали, он его тут вешалка сзади. Он поставил его среди одежды. И дверью прикрыл. Зайди, ходите сами, смотрите. А то будете думать, что-то я сказал неправильно. Да нет, 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 ничего. Заходите. Нет, нет, а дверь закрыла, ничего нет. Он не солгал и спас. Вот это можно. Вот ни одного слова не солгал. Это вспоминается, не знаю, у Паустовского где-то рассказ такой. Барыня любила управляющего своего. Ну, любила, то есть, ценила очень-то. Ну, а хозяин-то вольный был такой. Он знал, все лгут, бояк. Он дворянин, видимо, был. Ну, я стал говорить, да все только. Она говорит, нет, не все. У нас, говорит, есть один такой. Это тот, которому ты благоволишь так? Ну, да, Никифор Абрамович, он очень честный. Никогда не лжет, никогда не лжет. Ну, подожди, он сегодня солжет тебе. Она улыбнулась, ничего не сказала. Вот он выходит и... Так, готовьте собак, уезжаем на охоту. Ну, собаки лают, по двору бегают. Все уже сидят на коне, ему коня подвели, он на крыльце стоит. Так, а ну, Никишка, иди сюда, Никифор Абрамович. Так, иди, скажи барыне, что я уехал на охоту. Все, слушаюсь, и он вернулся, и, как это, пошел, барыне сказал, что, и вышел. А он сразу расседл на тикане, никуда не поедем. Заходит, ну что, приходил управляющий? Да, приходил. Он сказал тебе, что я уехал на охоту? Нет. Как нет? Надо, ну, куда он его там? На конюшню драть его. А за что драть его? А он не сказал. Нет, он сказал. А что сказал барыне? Барин велел сказать вам, что он уезжает на охоту. Но когда я уходил, он, говорит, одной ногой стоял, ногу одну уже поднял, говорит, садиться, а вторая нога стояла у него на крыльце. И он вот так рассказал. Он говорит, смотри, не ожидал такого. То есть он все сказал, как он видел. Вот если бы такие свидетели были, наши суды действительно были бы самые лучшие в мире. Вот. Я отвечаю. Псалом 32,7. Ненадежен конь для спасения, не избавит великой силой своей. А почему? Для чего это говорите? Потому что у старобрядцев они объясняют, конь, то есть ложь, конь во спасение. Там описано, конь, ложь во спасение по-славянски. Конь, ложь. То есть он лживый. Ненадежен конь для спасения. Конь, ложь во спасение. А они поясняют старобрядцы, я знаю очень, конь, ложь во спасение. То есть на лжи, как на коне, можно спасение получить. Вот знание языка. И дальше Иоанн, 8,44. Ваш отец дьявол, кто лжет. И вы хотите исполнять похоти отца вашего? Он был человек-убийцей от начала. Убил Адама. И не устоял в истине, который на небе знал. Ибо нет в нем истины. В дьяволе нет истины. Ни в Рерихах, ни в Блаватской, ни в коммунистах, ни в фашистах. Нет истины. Нет истины в миссионерских отделах. Одна ложь. Сегодня, которая... Я маленько покажу сегодня. Кто у них руководит ими? Откуда они? Почему они такие? Это как пятая колонна нынче в церкви. Когда он говорит ложь, говорит свое. Ибо он лжец и отец лжи. Всякая самая маленькая ложь. Маленькая самая ложь от дьявола. И поэтому, когда говорят что-то, где-то лгут. И особенно много лгут сенсорские отделы при патриархийных епархиях. И их как синодальные, или как они это, патриархиальные миссионерские отделы. Вся ложь сконцентрирована там. А они не знают Бога. Все можно подделывать. А это нельзя подделать. Нельзя. Потому что миссионерство – это труд Духа Святого. Почему деяние апостолов? Ян Златоус говорит, нужно правильно назвать деяние Духа Святого. Миссионер – это человек, движимый Духом Святым. Слушающий, отвечающий Бог. Он знает, с кем говорить. Ему открывает Бог тайны. И тогда человек пойдет вниз и скажет, с вами Бог. Он знает, где огневаться. Кто бы соблазнялся, за кого я не воспоминялся. Они ничего не знают, елейным голосом или голову отрывают. Головорезы, как говорят. Притча 19.5. Лжесвидетель не останется ненаказанным. И кто говорит, ложь не спасется. Христос воскрес! Говорит, ложь не спасется. Вот запомните это. Не спасется. Я сегодня расскажу немного про Дворкина. Как он выступает против меня на Рождественске. Как это лжец. Лжец. Главный лжец патриархии. Который все портит. Всех врагами делает. Заслание с запада. Человек. Наркоман. Лежащий в больнице. Шизофреник. Там лечился. Я покажу сегодня. 16 выступлений. На него подкинули сегодня в интернет. 16. Там ученые выступают. Все. Злодеи злодеев. Вот как называют его. Откровение 21.8. Боязливых же и неверных. И скверных. И убийц. И любодеев. И чародеев. И долуслужителей. И всех лжецов. Участь в озере. Горящим огнем и серою. Это смерть вторая. Их ждет огонь вечный. Участь в озере. Горящим огнем и серою. Не надо здесь понимать. Аллегорически. Действительно огонь. Дальше. Она говорит об обетах. Спрашивает. Обет это обещание. Нужно ли давать. А вот смотрите. Я отвечаю как. Что говорит Святая Библия. Я отвечаю не так. Как выходят там. Говороны разные выступают. Их называть даже боязно. Они собирают людей. Говорят. Я проверяю их. Редко-редко где правильно отвечают. Задают вопросом о крещениях. И он о Духе Святом даже не поминает. Он не знает. Он знает. Как говорится язык подвешен. Молотит. А не знает. Откуда что. Это или прошлое его нераскаянное. Преступное. Или что-то в этом есть. Бытие. 28. И положил Яков обет. Сказав. Если Бог будет со мною. И сохранит меня в пути. Всем. В котором я иду. И даст мне хлеб и соль. И одежду одеться. Ну я то и то сделаю. Вот. Попадает человек на фронт. Или здесь в Вещне воевали. Он дал обещание. Если я останусь живой. Жениться не буду. Или не буду есть мясо. Обычно вот на этом путаются. А потом. Отхлынула беда. Говорит. От задней части. Ну и теперь начинает по другому. Что делать. Выполнять надо. А то обет дается только при священнике. Обязательно там что-то должно быть. Не обязательно. Перед Богом все. Деяние 21. 23. Сделай же что мы скажем тебе. Это в Новом Завете Павлу говорят. Советуют апостолы. Есть у нас 4 человека имеющие на себе обет. Возьми на них издержки. Он едва не погиб. Павла подставили они. В храме арестовали его. Вот это имеющие на себе обет. И притом их никто не говорил. Что это в Ветхом Завете было. Возьми издержки на себя. Псалом 131. Как он клялся Господу. Давал обет сильному Иакова. Мы же считаем это псалтырное чтение. Притча 20.25. Сеть для человека поспешно давать обет. И после обета обдумывать. Лучше не давать. А обет помогает. Чтобы молитва была услышана. Экклесиаста 5. Когда даешь обет Богу. То немедленно исполнить его. Потому что он не благоволит глупым. Что обещал исполни. Вот как. Обещал исполни. Вот она обещала. Если дитя дашь мне Анна. Обещала. Ну и родился сын Самуила. Она его отдала. Будущий пророк будет. Второе царство. Ибо я раб твой. Живя в Гессуре. В Сирии. Вот сегодня Сирия известна. Дал обет. Если Господь возвратит меня в Иерусалим. То я принесу жертву Господу. Ну это обманщик был. Сын Давидов. А Виссалом поднимет на него руку. И погибнет от этого. Но дал обет. Ну он ему поверил. Он бы мог сказать. Сиди дома. Послание Иеремия. Иеремия один. Равно ни богатства. Ни даже мелкой медной монеты. Они не могут дать. Идолы. Если кто обещал им обет. Не исполнил бы его. Не взыщут. То есть мертвые идолы. Деревяшки. Они не могут ничего сделать человеку. Не бойтесь их. Но сегодня это. Сектанты относят все к иконам. Иконы празднуете. Обет даете. Сирахов 19. По всей вероятности здесь. Если в книге смотреть. Вот 20. Нет. Не 20 наверное будет. Но один меньше. 18. Ничто да не препятствует тебе исполнить обет благовременно. И не откладывая оправдание до смерти. Это суровое наказание. Не откладывай. Пока Бог не убил тебя до самой смерти. Так. Матфея. Вот об Иуде говорится. Третий вопрос. Третий, который Елена задает. Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря, согрешил я, предав кровь невинную. Они же сказали ему, что нам до того. Смотри сам. И бросив серебряники в храме, он вышел, пошел и удавился. И еще написано, что раскаявшись. Значит, это у него раскаялся. В чем раскаялся? Что увидел, что действительно он Христос. Христос только не для земного царства. Не римлян уничтожать будет, а грехи. Четвертая. О женщине, где она спрашивает. И Крестья 7, 26. И нашел я, что горьче смерти женщина, потому что она сеть, и сердце ее силки, руки ее оковы. Добре перед Богом спасется от нее, а грешник уловлен будет ею. Вот у старобрядцев не ставят. Если после крещения он, написано, смесился, то есть совокупился с женщиной, то его уже в священники не поставят. А здесь блудяга из блудяга могут и садомита поставить. Ну, католиков ставят уже у других. Уловлен будет грешники. Вот, а если правильно будет жить, не уловлен будет. И у старобрядцев такого не поставят. И говорят, он не сохранил себя. Не сохранил, это сохранение девства. Интересно, я знал близко человека, который определял болезни по рту. Рот раскроет, и на небе все написано. Точно? Ну, абсолютно. Точно. Рассказывает, какие болезни, какая операция была, на что. И видит, девственник или нет. Мужчина это девственник или не девственник. Мужчину даже узнает, если парень один на нас смотрит. И потом, я говорю, и что он головой крутит? Недовольно. Не говорит, что, не разоблачает. Но я уже знал, что она скорбит об этом, что не сохранил себя. Притча 17.12. Лучше встретить человеку медведицу, лишенную детей, нежели глупца с его глупостью. А что такое глупец? Глупец это женщина называется, которая глупая. В Англии исследовали, в среднем женщина на одну четверть глупее мужчины. На 25%. Что за притча 11? Что золотое кольцо в носу свиньи, то женщина красивая и безрассудная. Сколько таких свиней с золотыми кольцами-то? Вот на конкурсы выходят. Полностью раздетая. И присваивают, как, которые она получила. Тут мисс Барнаул была. Ну, с ней теперь интервью берут через 15 лет. Она говорит, это все через постель делается. Это садомиты делают. Но меня, говорит, дядя за руку водил, на один шаг не отпускал никуда. Они для себя сделали. Там какой-то телевизор дадут, и она подстилка. Притча 21. Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливой женой в пространном доме. Ну, что восхождение по песку для ног старика, так и женщина сварливая, как капель. Кап, 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 капает. Вот, со сварливой. Притча 25-26. Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливой женой в пространном доме. 21 глава 25. Что он забылся? Для чего два же написал? То есть его огорчила одна и другая. У него это в мозгах, видимо, было. Так и записал. Я так думаю. Второе. Царство 5. И взял Давид еще наложниц и жены из Иерусалима, после того, как пришел из Хеврона. То есть у Давида была не одна жена. После того, наложницы были у него, жены, тот. Но неукротимый был Соломон. 11 глава 3 царств. Было у Соломона у него 700 жен и 300 наложниц. Ну, сколько? Тысяча. И развратили жены его сердца. Как развратили. Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам. И сердце его не было вполне предано Господу Богу своему, как сердце Давида отца его. Утонул. Утонул. Черная космическая дыра засосала его. И стал Соломон служить от старте божеству Сидонскому. Имел холу мерзости аммонитской. И делал Соломон неугодной перед очами Господа и не вполне последовал Господу, как Давид, отец его. Тогда построил Соломон капище Хамасу мерзости аммонитской на горе, которая перед Иерусалимом, и Молоху мерзости аммонитской. И свой храм строил. Вот и кубинист был. Так сделал он для всех своих чужестранных жен. Для всех, которые кодили и приносили жертвы своим богам. То есть ни одной не обратил. Как верующий-то никакой был. Был мудрый. Но какой мудрый-то? Какая его мудрость? Она гроша ломаного не стоила. Разгневался Господь на Соломона. Вот обращение какое. За то, что он уклонил сердце свое от Господа, Бога Израиля, у которого два раза являлся ему. Который два раза разговаривал с Богом и все потерял. И родился куда умный Раваам. И разделено было царство. И Бог ему тут и говорит. А разделю царство, отберу все у тебя. Он смотрит на него, как на страшного грешника, достойного смерти. Вот вся его премудрость. Премудрый Соломон в первое время, там где Бог избрал его, было. Окончил жизнь свою погано. Серах 26-27. От жены начало греха, и через нее все мы умираем. Ну и вот разберяй, какая она. Она смерть. Женщина это смерть. Во всех отношениях. Через нее все мы умираем. Вот сколько трупов, 300, 100 миллиардов. Это все женщина убила, грех убил. Вот и третий Ездра говорит, о, Адам, что сделал-то? Не ты один погиб через Еву, а все мы умираем. Серахов 43. Лучше злой мужчина, нежели ласковая женщина, которая стыдит до поношения. Она не останавливается ни перед чем. В интернете выступает. Все, что-то она говорит. Злобное создание. Злобное. Но если она обратится к Богу, то все у нее меняется. Другая природа. Скольких она уловила. Вот во второй книге Ездра, не каноническая, там спор был, что самое сильное-то. Ну и показано о том, как женщина наложенца там, упоминает, как она в царях корону снимает и бьет по щеке, а он рот разину смотрит. Она была очень красивая. Я написал стихотворение одно попутно. Я женщина всем благодарен и в досталь, которые мимо меня, не заметив, прошли. Взвинули лишь коса, змеей струили щекосы, занозой в них не вошел, и нечего то ворошить. Мой ангел-хранитель сумел же меня уберечь. По лезвию острому кубарем там я скатился. А женщина в силе снесла бы мне голову с плеч. Теперь бы под старость рыдал и в истерике бился. Огонь полыхал и дышал в облака. Из сердца кострича с горящей своей головней. Но жив оставался, лишь с бороду сдуло слегка. Да теплой ночью прошедшая сладко кольнет. Не мне подбивать ей тоже спектакль необычный. Но не был любим до беспамятства дикой девицей. Не сладость, конечно, что с чувствами сад ископыщен. Но снова я жив и в ночу не мог наделиться. Как славно, что кудри мои никого не престили. Характер не мягкий, путаны не липли ко мне. Страх божий сковал мое тело, бесилось. В могиле, а разум треножил, в гиенском сгорая огне. Один на распутье распутство был спутан. Наказом от матери скромницы сверхмногодетной. Храни себя, сын мой. Казалось не раз, что капут мне. Но корень обрублен и вянут светистые ветви. В таинственном мареве разум совсем не терял. Работа до пота сгорал в одиночестве диком. То ветер измен перемен в порошок истирал. Примил не по карте, а в храме минуты и изгибы. Храним несказанную милостью Божией, Вставал окруженным мечтанием во сне вопреки. В делах уникальных сидел не в прихожей. Делились на юного близкие мне старики. Не в жаркой пустыне, не в келье в лесу отсиделся. В помощниках в деле Господнем счастливые чистые сестры. Апстиром накормлен нашатком в своем тубурете, как в кресле. И ум мой блудом неисточен, по-прежнему острый. 9 ноября 2005 года. Отец Наум Борщуков пишет. Мой крестник в Тбилиси служит евреи. Хорошая стихи беседа в поезде. Я вспомнил, как мы ехали в поезде, наши беседы. Ты доверил нам охранять ящики с бобинами для записи, которыми заставлены были все проходы в общем вагоне. Твои записи на бобинах хранятся у меня до сего дня. Они принесли огромную пользу. Сейчас это все есть в электроверсии. Храни тебя Бог, Отец. Вот понятно отношение какое. Вот духовное отцовство только там, где духовно обратился. Я родил вас благовествованием. Вот это он духовно называет Отец. А когда сегодня Отец, Отец на каждом шагу, то это просто звание. А он никакой Отец. Своего ничего и нет. И он снова мне говорит. Отец, у вас хорошая есть молитва, которую вы считаете на собрании за Россию, церковь и так далее. Составьте молитву, чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей. Чтобы Слово Божие сеялось и поливалось. Отец, нам времени нет. Ты вот нашу молитву возьми и там вставь эти слова свои. Все. Слава прямо из Священного Писания. От беспорядочных и лукавых людей. Дальше молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас. И чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера. Но верен Господь, который утвердит вас и сохранит от лукавого. Второе, в Сесхоникистан, третья глава. Это он написал. Матфея. Видя толпы народа, он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите, господи, на жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Иоанн, 4,35. Не говорите ли вы, что еще четыре месяца и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на Нивы. И вот дальше прочитайте сами большой текст. Отец, пришли текст номер 66, занятие в Потеряевке. Рождество Христова 2, хорошая проповедь. Ну, понимаете, я пошлю ему. Это мне надо искать. Так это в аудио. Он-то слышит в аудио, мы насчитывали. Ну, а теперь надо найти, в какой книге это есть, скопировать и ему послать. Вот столько требований за один день. Юрий Соболев. Мир вам, Игнатий Тихонович. Некогда задал вам вопрос о пупках у наших прародителей. Сегодня ответ мне видится настолько очевидным, что действительно, учитесь не задавать вопросы. Но тот ваш довольно обстоятельный ответ был содействен ко благу для меня, как мне кажется, именно сейчас. Поясню. Если в человеке все необходимое для жизни было заложено при усотворении, то инстинкт странничества у мужчин тоже был заложен творцом тогда же. Что я имею в виду? Покорение горных пиков, открытие новых земель, освоение целины, путешествий и тому подобное. Охоту, например, объяснять легко необходимостью пропитания. А вот это все чем? Утром пришла мысль, что все это было заложено в мужчин, будущих братьев во Христе, как движущая сила для благовестия. А без благовестия все это профанация. Иначе говоря, евангельский алгоритм действий есть, а содержания нет. Если же приложить к этому «идите, научите», то все складывается в инстинкт странничества, выступает как врожденная сила для сообщения всем народам благой вести Иерусалима. Но и желание быть одному, побыть одному, добавить еще сюда. Побыть одному. И поэтому человек куда-то уходит, скрывается, в пещеру залазит, там спелеологи, разные-разные-разные, где-то побыть одному. Отвечаю. Святой Иоанн Влатоуст растолковывает нам бестолковым, что и гнев заложен в человеке неспроста, но чтобы мы не были безразличны, неревностны при виде нарушения заповедей Божьих. Безгневный человек, как гнилая тряпка, утроба ходящая, сонливая. Не воспламениться за попранное таинство, как мочение макушки или затылка, считающейся ныне закрещение. А как огневаться надо было? Да как гневаться? Прямое повеление гневаться. Это все нас обманывают, священники, что гневаться грех. Это неправда. Иначе бы это не было заложено в человеке. Златоуст говорит. Второе макавейский. Я поясняю. На рассвете пятого дня двадцать юноши, избывших с макикавеем, воспламенившись гневом от такого злословия, храбро устремились на стену и зверской яростью поражали каждого, кто попадался. Третье езры. Десять. Оставив размышления, которыми занимался, я с гневом отвечал ей и сказал. С гневом отвечал. Заботишься, сын у тебя умер. Страна погибает. Что ты плачешь о сыне твоем во время свадьбы? Иудеев 9. Господь имя тебе. Сокруши же их крепость силою твоей и уничтожь их силу гневом моим. Ибо они замыслили осквернить святилище твое, поругаться над мирным селением имени славы твоего и жезлом сокрушить рог твоего жертвенника. Видишь как? Сокруши же их крепость силою твоей, уничтожь их силу гневом твоим. Гневом твоим Божьим. А мы должны подражать Богу во всем. И именно в гневе тоже. Потому что это Божье качество. Будьте святы, как я, свят. А раз там гнев, гнев не вредит Божьей святости. Гневом твоим. Исход. И вышел Моисея от фараона с гневом. Исход 32. Когда же он приблизился к Стану и увидел тельца и пляски, тогда он воспламенился гневом и бросил из рук своих, скрижали, разбил их под горою. Это единственный был оригинал. Какой бы они сегодня популярностью пользовались этим. Но это все равно, что единственная Библия, он разорвал ее и бросил. По ветру пустил. Псалом 77. Господь услышал и воспламенился гневом. И огонь возгорелся на Якова, и гнев подвигнулся на Израиль. Гнев, гнев. Гнев, 77-й псалом. Гнев. Бог очень сильно гневается. Воспламенился гневом. Плач Еремия. И покрыл себя гневом. И преследовал нас, умерщвлял, не щадил. Захарий. Прогневался Господь на отцов ваших великим гневом. Ну и сейчас себе гнев, грех, тогда что, Бог грешит, что ли? А в Боге нет тьмы. Нет только свет. И нет греха. Марка 3.5. И воздрев на них с гневом, это Иисус уже, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку, протяни руку твою. Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Матфея 5.22. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Вот это слово, почему вы пускаете? Напрасно. Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек, когда будет скорое наслышание, медленно слова, медленно гнев. Не сказал не гневайтесь, а медленно. Там напрасно, а здесь вот теперь поймите, как осторожно надо с гневом. Гнев человека не творит правду. То есть надо, чтобы был божественный гнев. Не творит правду. Гнев человека. Вот так, гневался, ударил. Дальше. Гневаясь, не согрешайте. Вот как. Солнце-то не зайдет во гневе вашем. Еще. Да что? То есть вы должны спать, чтобы уже примириться во гневе. Гневаясь, не согрешайте. Гневаться надо. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злорещие со всякой злобой, да будут удалены от вас. Но это говорит, что всякое раздражение имеется в виду не в противоречии первому. Раздражение, ярость и гнев. То, что не по слову Божию. Откровение. 15 глава. Заканчивается Библия и говорится. И одно из четырех животных дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога. Гнева Бога, чаша, гнева Бога, гнев Бога, и живущего веки веков. Оказывается, чаши наполнены гневом. Что, там грех какой-то? У нас должен был гнев Божий. Юрий Соболев. Надо же, Игнатий Тихонович. Только вчера и сегодня утром об этом размышлял. Вчера покрытие головы, кстати, ведь с этим связано было. Так и есть. Спасибо, Христос. Занятие Эфесянам 5-6 глава за 29 число. Жития. Я даже и близко не знаю, как вы, Игнатий Тихонович, но слушая в этом ролике житийные примеры, приводимые вами, ловлюсь тебя на мысли о крайнем сходстве с практиками тибетского буддизма. У меня это давно все высказано. Седьмой и восьмой том открытым оком я разбираю, отвечая на вопросы студентам по житиям святых. Допустим, где они и гневались. Я беру, ну а гневается, это жития только две строчки написано. Я беру там из десяти житий из разных. 1170 жития, три жития. Хотел найти подобное утверждение, но поток столь силен, что меня понесло по течению. Говорю о тибетских и иных просветленных. Сегодня один пишет, проликов Роман, Роман и Анатолий Николаевич, или еще тут давно. В прошлом году он разрешил ему приехать на крещение, и он вдруг исчез и нигде нету. Ему было запрещено. Я говорю, езжай к отцу Кириллу Сахару на Берсеневку около храма Христа Спасителя. И он пишет, побыл там, он мне, говорит, отослал другому священнику, а тот не стал крестить. Но я ему говорю, дольше выхода-то нет, только к нам ехать. Как? Он говорит, да что, разрешили? Я пишу, не все сразу. Вы вызвали во мне недоверие к вам, и оно не проходит. Оставляю один процент для надежды. Начните сегодня же снова ходить к отцу Кириллу, и все ему расскажите, что тут батюшка, куда он отсылал вас, и что сказал вам. Видите, мы к себе не тянем. Он тут уже готов. Я только скажу, он будет здесь. Скажу, сегодня приедет, будет работать месяц здесь. Но мы не тянем к себе. Ищите крепко. И ходите на службу к отцу Кириллу, Московский Патриархат. И это на месяц. И через месяц почти. Если уж вовсе никак, ни на шаг, тогда дам полный ответ и остальное. В прошлом году вам было дано разрешение, а ныне очень не идет. На молитве нет ответа. И трудность. На молитве просто нет о нем молитвы. Ехать к нам на крещение на Алтае из Москвы, это стоит расходов немалых. А вы, как я понял, почти бомж. У вас глаза почему так бегают по сторонам. И радость моя на зал. Как вы изволили написать. Мне никогда не говорите, не пишите эти серафимовые радости. Вам от меня вряд ли будет радости. Нет ее скоро приходящей. А если будет, то узнана ли она будет вами. И здесь, в скайпе, почти ежедневно уведомляйте меня, как дело с ней идет у вас у отца Кирилла. Потом вы спросите у отца Кирилла благословение на поездку к нам на крещение. От этого и будет зависеть, дам ли полное разрешение сюда приехать. Видите, какое наше отношение. Я могу заранее сказать, вот такого ответа ни один не даст ничего. Почему? А он тянет к себе. Тянет. И теперь посмотрим, что у нас в интернете. Вот в интернете, вот это что у нас? Ага. Это сегодня взялись за этого. Вот все считать можно. Задержите, посмотрите. Против Дворкина тут все. Сектовед Александр Дворкин разоблачен прокуратурой России. Вот оно что. И видите, откуда Филипп Филиппович из собачьего сердца сидит, думает. И вот оно где. Тут захватили его очень крепко. Очень. Вот он. Заметьте, как вот Дворкин, психиатр, голову его держит. И каких артистов-то набрали все. Как они смотрят, как будто на него. И кто первый? Сектовед Александр Дворкин разоблачен. Тут надо считать. Вот оно. Второе. Дворкин. Израиль, США и сектоведение в России. Новое. Вот он. Путь сектоведа Александра Дворкина в Израиль, США и затем обратно в Россию. И о том, что творят сектоведы на Руси. Посмотрите обязательно. Вот. Второе. Что? Александр Дворкин, религиозный экстремист, который работает на правительство Франции. Так говорит Патриция Дюваль. Смотрите сами. Он только появился, когда первый год. Я уже сразу говорю, это чужой человек. Не верующий совсем. Может быть, абсолютный безбожник. Он всех будет травить. Я каждый год подтверждаю. А то он на меня уже дважды накатывает. Один раз на Кузнецке где-то. А Михаил Кальмаев говорит не так. И он будто бы маленько попятился. А вот нынче на Рождественское чтение его нечистая сила-то занесла на меня. Ну, я сразу сказал, капут ему. Он не понимает, что делает. Это что такое? А, сектоведа. Его. Еще встрянет сюда. Вот. Ну, что-то. Ушел куда-то. Ну, так. Видите, как много. Вот это вот сейчас. Даже не знаю, что. Сектовед Дворкин. А, это я на задельную нажимал, и она высветила. Вот она. От сектоведа Александра Дворкина часто можно слышать. Ну, тут и идет. От сектоведа Александра Дворкина часто можно слышать. Это что-то такое тормозит. Заявление о разгуле сектанства от сектоведа Александра Дворкина. Ну, вот я закрыл. Не туда нажимал-то. И вот дальше. Теперь о нем тут что будет говорить. Вот найдите вот эту. Сектовед Дворкин разоблачили в правоохранительные органы. Не знаю, зайдет назад, шагну где-то. 16 разных выступает. Вот она. Открылась. Третье. Сектовед Александр Дворкин улечен в потрясающей наглой лжи о сектах и о засиле сект в Российской Федерации. На этот раз ответ дала прокуратура России. Ну, как у этих. У щекистов было. Ловят. И надо больше, 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 чтобы органы раздували. Так и Дворкин. Чтобы своих паразитов всех прикормить, эти миссионерские отделы получают. А ничего этого не кто. Дальше. История религии. Феликов рассказывает об агрессивности, невежестве российских сектоведов. Как Дворкин привез в Россию сектоведение. Никогда этой науки не было ничего. И я уважаю Дворкина. Иные говорят эти. Вот они явно, что что-то не то. Уважают. То есть сам такой же или как? Как можно уважать, когда весь мир уже против идет? Кратко о работе Дворкина высказался профессор Шабуров. Следующее. Дикое невежество российских сектоведов. Дикое невежество. Или же скрытная разрушительная работа. Как сектовед Александр Дворкин чуть не рассорил Россию и Индию. Видите, какие у него замашки где-то. Это человек такой, сектовед есть. Сектовед Александр Дворкин имеет гражданство США и 14 лет провел там, занимаясь мало кому известными делами. Также он работал на радио Свобода. По всей вероятности масоны, не первой степени посвящения. Это вот слева показано именно кто выступает. Ткнуть и откроется. Я видите, ткнул один раз. Еще одно разоблачение лжи сектоведа Александра Дворкина о сектах и деструктивных культах от настоящего ученого в области религии. Вот кто выступает. Профессор Элбаккян о нападках Дворкина на отечественных ученых и о том, на кого он работает. Называется «Деструктивные культы сектоведа Дворкина. Психоаналитик Альшанский о сектоведе Дворкины». Тоталитарные секты придумал сам сектовед Дворкин. Их нету. Это мнение отечественного религоведа профессора Иваненко. Это не Игнатий Лапкин-то, который у меня близкие знакомые. И спросите прощения, и пятимину наложите, что были в миссионерских отделах, которые образовались все до одного отдела. Это продукция, это Дворкина. Где вы оказались за свое высокоумие? Куда вляпались? В какую историю? Сектоведы все. Я называю их кодло-патриаршее. Дальше. Он придумал эти секты. Как сектоборческий центр Александра Дворкина, центр Иринея Леонского в Новосибирске, размещает на своем сайте абсолютно недостоверную информацию. Из обречения апологетического центра Иринея Леонского. На меня они нападали все. Горят синим пламенем. Наступил час возмездия. Сейчас. Икс. Полная версия интервью с Массимом. Не знаю кто-то. Интервью, которые разоблачают сектоведа Дворкина и вносят ясность в слово секты. А кто это? Массим. Это его правда про культы Александра Дворкина. Религиозный экстремизм сектоведа Дворкина. Интересное интервью с профессором Шабуровым. Вот он Шабуровым здесь тоже. Дальше. Российский религиовед профессор Иваненко. О деятельности Дворкина и о том, чем занимается организация Фекрис. Очень полезное интервью. А, триумф там разное. На Санкт-Петербурге везде. Считайте сами про себя. Кто у вас руководитель-то? Ну, вы не высший своего учителя, ученики. Я повторяю, что вот тогда был у нас Масендич, епископ Антоний. Мы ехали в машине как-то, в машине ездили вместе. Он у меня дома обедал даже. И он говорит, вот переходи, три храма строятся сейчас, говорит, ну, ремонтируются. Я любой отдам. У меня ни одного миссионера нет. Он понимал. А сегодняшние архиереи-то ничего не понимают-то. Он их всех оболванил. Колпак им на голову надел архиереем Дворкин. Его мощная поддержка с Запада. Сколько подпитывает? Кому какие деньги? Один бог знает только. Дальше. Профессор Эл Баксян в развернутом интервью о работе сектоведа Дворкина и как это угрожает свободе и совести России. Ничего себе. Дальше. Как ехал сектовед Дворкин из Израиля, да в США, а потом в Москву? Позорный путь сектоведа и его пропаганда. Полная ненависть к людям стала известными. Полная ненависть. Человек, ненавидящий все, приезжал сюда. Его приглашали. Он вообще как будто полоумный какой-то. Приглашал я на занятия, посылал братьев. Ни под каким видом. А это псевдоправославный на меня. Интересно. Выступал здесь он. Силовые структуры собраны были в епархии. И кто-то задал вопрос, кто такой Лапкин. То он начал балаболить-то опять. А вы же встал, я не знаю, майор или кто в КГБ. Говорит, а мы Лапкина уважаем. У него камня за пазухой нету. Он как говорит, такой и есть. Он дал им понять. Дальше. Насыщенная наркотическая и психиатрическая прошлое сектоведа Александра Дворкина стало достоянием общественности. Вот, 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 вот сколько. Вот, пожалуйста. Берите его, ешьте его. Как этого, говорит, шарик. Вот, берите его, ешьте. Ну, и вот сегодня мне ролик забросили. На такой-то минуте о крещении говорит про Таиней Андрей Ткачев в Курске. О добре и зле. Вот. Ну, понимаете. Сейчас 51 минута. Я должен дать рецензию этого ролика. Ну, маленько-то, смотрите, что я сижу все утро, слушаю, слушаю, слушаю. Отцу Андрею могу сказать, что Библию надо в руках держать. Спросили вопрос о крещениях. Он увед такие дебри. Ни Блаженный Афифилак, ни Златоус этого не говорит. То есть, что в это время в голову войдет, то и говорит. Какое отношение к кастрюле имеет? Почему тут-то не сказать, что крещения-то нет в России-то? Нету. И как ты-то крестишь, сколько перепортил? О крещениях, Павел говорит в 4 главе к евреям-то. Почему не сказал о крещении Духом Святым-то? Не знает. Он не знает. Столько наговорил о всяких кастрюлях, что у евреев, там, миква. Все припомнил. Ну, что литература безбожная. А по Божественному Писанию ничего и нету. Нету. У него очень тревожное состояние. Вот я о священниках многих молюсь. Там, ну, в Болгарии, там, отец Владимир служит. Вот, выходят, которые... Самое большое беспокойство у меня, когда молюсь на молитве, именно о нем. Что его ждет? Он столько говорит и столько говорит. Я знаю, что он опасный. Опасный во всех отношениях. Почему не могу я ответить? Но слово опасность на молитве прямо высвечивается. Что батюшка этот крайне опасный. Чем опасный, не знаю. Опасный для меня, кинется на меня. Но я молюсь поэтому за него. Благослови его, Господи. Он мне нравится. Вид у него такой прекрасный. Говорит хорошо. Но не по Писанию. Не по Писанию. Если бы он на меня вышел, мы бы побеседовали. Но чтобы равное было время. Он заговаривает. Как говорится, из него, как из дырявого мешка, просто сыпется. Вот столько он говорит, строчит. И даже нос вытирает. И то прям того, и гляди, говорится, отвернет нос себе. То есть нервность какая-то повышенная. На него ничего Боркин не скажет. А я говорю. Почему? Потому что он мне нравится. Нравится. Отец Андрей. Он бежал с Украины вовремя. Остался живой. Ну, молодец. Он чем-то напоминает Афанасия Александровича. Андрейского, который тоже убегал частенько. Так что, если вам будут говорить, отец Андрей, про меня, что там я против вас говорил, то я не против. А против того, что вы говорили, не договаривали. Вопрос задан о крещении. Эту тему прямо рассказал. Мы вас всех перепортили. Полный зал. Люди некрещенные идут. Нет духовного рождения. Нет научения истинного. Нет рождения свыше. Нет водительства Духом Святым. Прямо, говорится, в карты-то в руки вам идут. А вы начинаете бродить, куда-то идет. Самое опасное это эти вот родноверы. Да никакой опасности от них нету. Совершенно. Это бредня. Это уже все пережитое. Самая большая опасность в вас. Самая большая опасность в миссионерских отделах. Во главе с Дворкиным. А как будто бы набрали людей, лишенных ума. Среди зимы на любого могут кидать, все выкинуть. И поэтому с вами так и поступают архиереи. Отстаньте от сектантов-то. Вы не знаете их. Вы их в яви в глаза, может, не видали. А кто видел? Я видел. Я у них проповедовал во всех городах центральных. Столичных городах. На меня специальная циклика была от всех Б. Не давать говорить. Начался отток в обратную сторону. И вот дальше наш форум. Леонид Ткач. Там Ткачев, тут Ткач. Вот у меня ткут со всех сторон. Брат Игнатий. А где на Украине можно купить ваши книги? Нигде. А они только есть в Киеве, в Харькове, в библиотеках. В парламентской библиотеке, в Киеве, в нескольких библиотеках. Я так понял, там толкование. Вы опирайтесь на святых отцов. И также на Вселенский собор и апостольские. Да, 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 да. Вложенный фифилакт. В нашему изданию оно трехтомник вместе с откровением. По всем святым отцам. Отец, отец. Колесница Израиля и конница его. Это когда Илья вознесся, и Елисей закричал. Эти слова касаются вас. Ничего себе куда хватили. Так, книги еще у меня есть. Можно купить. Купить можно. Трехтомник 3 тысячи стоит. В нем 240 иллюстраций. 297 комментариев. Ну, более сильного вот такого сборника за 2000 лет не было. Толкование. Дальше что? Тут у меня за закачкой идет. Это я показываю наш видеоканал. Ну, так, видите, то, что мог попутно, сказал. На Дворкина меня вывели. На Ткачева вывели. Дайте, дайте. Еще один сейчас с Греции зашел. Дайте. Вот такого. Ну, успел, успел. С двух часов, считай, ночи тут толкусь. Вот. Вот она же в форум. Вот он как выглядит. Вот кто-то на форум зашел. Я не вижу. Вслепую. Сейчас ткну и не понравится. Может, кому-то. Виктор Ботченко. Беседа с мусульманским Мулой и его женой на тему послания. Что? Возмездие за грех смерть, но дар Божий жизнь вечного Христе Иисусе. Вот. Ну, как это надо посмотреть, что-то говорит. То есть, ничего против-то не говорит. Вот тут видно где. Если я сейчас ткну, то откроется, в каком месте она. Тогда можно было посмотреть, что он там говорит. Я из священного писания прочитаю, и по нему мы подеседуем. Это в доме Мулы, в Баку, находимся. Ну, тут загрузка идет. У меня ролик загруживается, и поэтому вот. Жизнь вечного Христа Иисуса еще. Благодатью успасены. Так, Виктор Ботченко. Благодарю. Хорошие слова. Ну, то есть, еще проверить надо. Кто-то что-то говорил, скрытое, на этот ролик. Что тут говорят? Христианский парень рухнул в слезах. После Юсуп христианский проповедник ответил на его вопрос, почему он принял ислам. Россия субтитров. Ну, это говорят мусульмане. А мусульманы. Зачем так долго молиться перед камерой? Долго весь перед камерой. Не нравится Ивану Калуцкому. А мы еще перед камерой молимся? Христос об этом говорил. Мудрость обоим собеседникам не достает. Хотя и благочестивые люди. Но надо духовно расти. Для Божьих сынов недостаточно одной лишь эрудиции. Иван Кулаковский. Хорошие слова, Иван. Давай за дело. Поезжай в Баку и начинай проповедовать. Поезжай в Турцию, как мы были. Хороший совет. Мне нравятся слова, которые говорит Шатару Ставель и Витязь Тигровой Шкули. Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны. Ну, вот хорошие слова сказал. Ну, и дальше-то надо довести до конца. До нужной кондиции. Приглашает туда. Мой путь. Межи мои прошли по прекрасным местам. И на свете мое приятно для меня. Вот так говорил один псалмопевец. Ну, а здесь вот это мой мир. Вот где я в шапке. Тут заходите сюда. Тут много. Я выставляю какие материалы. А они вот... Здесь в священном писании прочитают. И по нему мы подбеседуем. Послание апостола. А это вот Мула стоит справа. Мула это муж Самиры. Очень грамотные, интеллигентные люди. Я их приглашаю к себе в гости. Это мы у них ночевали в Баку. Перед этим только сходили в мечеть. Потом Самиры первого порвала в славный храм. Дворки может это сделать? Он не до этого приехал-то. Вот с мусульманами как надо разговаривать. Не кидаться на них, а открыть Библию. Это у них Библия на столе лежит. Тора лежит у них. Коран. Она, я говорю, на четырех языках разговаривает. Он говорит, а я на шести. Дворкин пусть поучится вот в этой беседе. Как надо беседовать? И меня не застрелили, как Даниила Сысоева. У меня другой подход. Я ни разу не поминаю имя Аллах, не говорю. Ни Коран, ни Махамад не говорю. Зачем? Идите, благовествуйте о имени Божьем. Несите Евангелие. Я Евангелие несу. А они имеют возможность сравнить, что у них есть. Он грузин. Принял мусульманство и стал мулой даже. Как они поют нараспев. Это надо учиться этому. Ну и вот. Посмотреть. Тут что-то зашел Марьяцов еще говорит. Это у меня сегодня что стоит. Это тоже. Новое где. Ну и самое ценное, что у нас есть в самой цене ценного. Это наш сайт. Сайт называется «Во свете Библии». Открытым оком. Вот он сейчас долго открывается. Заказчика, повторяю, идет. Вся сила и энергия уходит на... Вот. Страница не работает. Видите, почему не может затянуть ее? Чтобы неохота показать. Ну и еще раз. Ткну на обновление. В нашем сайте 50 книг почти ауди. Вот Господь дал открыть. Можно скачать. Мои книги все. 38 книг. И еще 3. Еще 7, которые не опубликованы. Я бросил издавать. Не занимаюсь. Вот оно здесь. И самое ценное. Никогда не сделать никому. Я вызов бросаю всем. Вот эти ответы. Чтобы ответы, которые мне задавали в университетах, школах, техниках, на радио, отвечать согласно Слову Божьей Библии, святых отцов всех, канонов церкви всех и житий святых всех. Ну просто нету. Никакой профессор не ответит. Веры нет. И при том тут мировое искусство и литература, мировая, поэзия мировая, все в ответах заложено. Все. Ну я думаю, что на сегодня уже хватит. Показал я вам все, что это означает. Вот сектовед, где Дворкин. Ну и все. Богу слава. А как найти его? Сейчас посмотрю я. Есть или нет. Вот. Видимо, можно даже показать сектовед Дворкин. Как это выглядит. Вот оно как. Вот это как-то скопируйте себя. Или возьмите, и там увидите все, что 16, примерно, о Дворкине, 16 выступает разных людей, которые показывают, что это за чудо американское пришло. Смотрите, сколько людей. И его держат. Но одно выступление достаточно было для Царионова, а одно только одно. Для НТ. Вот. И все, сгинул. Филиппев приезжал тут, Владислав, кажется, из США. Вот. И Аким Паер. Одно выступление, и человек уже съедает. Здесь посмотрите, какая группа. Как с разных сторон, из-за рубежа. Говорят. И никто не внимает, почему. Большое лобби у Дворкина. Большое. Почему? Речь идет о разрушении России. Это он ходит, видимо, в гарвардский или хюстовский проект. Специально его заслали. Это засланец оттуда. И самое главное, обольщенное, это, ну ладно, это их дело, там, американцы, не православные, он безбожник. Так, допустим. Но остальные, это клюнули на это, уважают. И миссионерские отделы давай образовывать. Их нельзя образовать. Их только Бог может посылать и по два. Миссионерских отделов не может быть. Не может быть. Потому что это труд Духа Святого. А для Духа Святого нельзя собраться в компанию какую-то. По два. Идите и проповедуйте Евангелие. Все твари. Ну, тут уже я показал, что есть. Как. Если нападают, то почему нападают. Я больше не могу ничего сказать. Богу нашему слава. Спасибо. Спасибо.